Здравствуйте, меня зовут Фёдорова Наталья Сергеевна, я врач-эндокринолог Центра иммунологии и репродукции. Одной из самых частых проблем, с которой обращаются ко мне пациенты, является патология щитовидной железы. Сегодня мы поговорим о гормонах щитовидной железы, какие они бывают и как их сдавать. Щитовидная железа – это эндокринная железа, которая располагается на передней поверхности шеи. Её правильная функция важна для любого человека, особенно для планирующих беременность и беременных женщин. Для диагностики заболеваний щитовидной железы на первом этапе используются два основных метода. Первый – это гормональный анализ крови, он оценивает функцию щитовидной железы. И второй – УЗИ щитовидной железы, который оценивает структуру железы, наличие дополнительных образований. В гормональном анализе крови для скрининговой оценки работы щитовидной железы, если у человека нет никаких жалоб, зачастую достаточно определить гормон ТТГ. Это гормон не самой щитовидной железы, а гормон гипофиза, который расположен в головном мозге и регулирует работу щитовидной железы. Довольно часто врач назначает более полный спектр гормонов – это ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4. Общие фракции Т3 и Т4 необходимы врачу для правильной оценки ситуации в редких случаях и самостоятельно сдавать их нет необходимости. Отдельным пунктом в анализе идут антитела к щитовидной железе. Существуют их три вида – антитела к тириопероксидазе или сокращенно к ТПО. Это наиболее распространенный анализ, который почти у всех пациентов исследуют, и антитела к тириоглобулину и рецептору ТТГ, который назначает врач по показаниям. Все анализы можно сдать в специализированные лаборатории ЦИР. Разные лаборатории предлагают сдать анализ крови на тириоглобулин. Надо ли сдавать этот анализ? Тириоглобулин – это белок, который вырабатывается клетками щитовидной железы. Количество его может варьировать в зависимости от многих факторов. Оценить анализ невозможно при сохраненной железе, поэтому сдавать этот показатель самостоятельно не нужно. Единственная ситуация, когда оценивают тириоглобулин – это состояние после полного оперативного удаления щитовидной железы. Тогда тириоглобулин должен быть низким. Таким образом, основными гормональными показателями работой щитовидной железы являются гормоны ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4, а также антителак ТПО. Остальные показатели могут быть исследованы по назначению врача. Анализ крови сдают утром на тощак без предварительной специфической подготовки. Если вы уже принимаете препараты левотироксина, это эльтероксин или эутирокс, для лечения гипотириоза, тогда в день сдачи анализа таблетку принимают после сдачи крови. В следующих видео мы поговорим о других способах диагностики заболеваний щитовидной железы, о симптомах, профилактике и лечении. Подписывайтесь на наш канал. Если у вас будут вопросы, особенно если вы планируете беременность или ждете малыша, приходите к нам на прием в Центр иммунологии и репродукции. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин